По статистике 2021 года за 9 месяцев на территории региона зарегистрировано 924 факта мошенничества. Это почти на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также существенно выросло количество преступлений с использованием современных технологий. Их зарегистрировано 714. Также существенно увеличилось количество краж в сфере телекоммуникации, то есть это краж из банских картосчетов, а именно их количество увеличилось с 490 преступлений, зарегистрированных за 10 месяцев 2020 года, до 514. То есть таким образом, по всем основным позициям преступлений с использованием функционных технологий, мы замечаем рост. К сожалению, участились и случаи мошенничества в отношении детей и подростков. В октябре зафиксировано уже два таких случая. Эксперты предполагают, что такой рост связан с тем, что практически у каждого ребенка имеется доступ к интернету, а также личная банковская карта, с которой ребенок без ведома родителей может приобрести товары в интернет-магазинах, зачастую непроверенных и мошеннических. Еще один фактор риска — рассылки сообщений в социальных сетях. Все они просят перейти по ссылке под различными предлогами. Самые распространенные — это выигрыш денежных призов или сообщения о взломе личных страниц. Перейдя по вредоносной ссылке, предлагают ввести свои персональные данные или реквизиты банковских карт. Я хотел бы попросить граждан не обращать внимания на подобные сообщения, так как при помощи их рассылок мошенники могут получить их доступ к владельцам телефонов, которые открыли вот эти вот ссылки, приходящие в СМС-сообщениях. К распространенным видам мошенничества относятся фейковые страницы интернет-магазинов для совершения онлайн-покупок или предложений выгодно купить игры в популярных сетевых онлайн-играх, заманивая игроков низкими ценами и горящими предложениями. Порой обманщики могут зарабатывать на простой регистрации на каком-либо сайте или предложении сделать ставку, заманивая потенциальных жертв легкими деньгами. Здесь необходимо объяснить ребенку, что обещание мгновенной прибыли – это всегда тревожный знак. Если подросток захочет накопить на какую-то вещь, нужно с ним обсудить, каким образом можно это эффективно сделать. И здесь, к слову, можно такую рекомендацию дать – это обратиться на простительский сайт «Финкрут.Инфо», где очень подробно, простым языком написано, как же составить финансовый план, каким образом инвестировать. Организация Центра поддержки и защиты детства провели анонимный социологический опрос среди школьников 6-8 классов. Участие в нем приняли 230 детей. Результаты анкетирования таковы. 26% школьников из опрошенных у нас покупают платный контент в играх. 48% получают звонки от сторонних банков и даже кредитных организаций. 44% ответивших школьников сталкивались в беседе с телефонными мошенниками. Но вот здесь не было вопроса, узнать, были ли эти школьники обмануты. 51% учеников имеют друзей в социальных сетях, которые ни разу не видели в реальной жизни. 15% школьников признались, что состоят в группах, о которых не хотят рассказывать родителям. На основные и показательные вопросы говорят ли взрослые с детьми о кибербезопасности в интернете и проверяют ли родители телефоны школьников. Результаты анкетирования показали, что лишь 42% учеников иногда слышали о том, как обезопасить себя в интернете. 11% ответили «никогда». Также на круглом столе отметили малое количество классных часов и подсобных материалов на тему безопасности в киберпространстве. Ирина Суконкина, Народные новости. Продолжение следует...